Вечер за то, что у меня есть возможность сказать хорошие слова о таком великом актере. Вот я думаю, что, наверное, это очень сложная задача говорить о теме. Это все равно, что как бы добрый гармоний, расщеплять. И тем не менее, я хочу сегодня, может быть, расщепить немножко этот образ. С одной стороны, это великая скрипка. Это скрипка, которую мог, в общем-то, по-моему, любой режиссер. Потому что он сам по себе извлекал особенные звуки. Я появилась на съемочной площадке фильма «Гавлит» после двух таких довольно-таки легкомысленных картин. И никак не ожидала, что попаду вот именно в такую тонкую атмосферу. Во-первых, замирали все на съемочной площадке, когда появлялся Аркентий Михайлович. Он не только в кадре был гавлит. Он этот образ репетировал весь день. И мы знали, что он репетирует его дома с розыгранной сиротой. Но он сам по себе еще не был настолько популярен, как Смуртуновский. Слышали, что он сыграл Фарбера замечательно, видели. Кто-то видел его, Мышкина. Но вот в «Гавлите» он предстал, как, пожалуй, новое лицо. Во-первых, он был особенно красив в этом гриме. Красив, особенно пластичен. И надо сказать, что на лентфильме, где мы снимали эту картину, все знали, что это «Гавлит». И даже когда он входил в столовую, в столовую такое, знаете, начиналось чуть-чуть сдержанное поведение. Мало кто шумел, так все расступались. И даже кассирша, которая не знала, что Смуртуновский, но явно понимала, что это «Гавлит», она сказала, что «Гавлит», «Гавлит» – «Гавлит» – «Гавлит». И это был успех. Она почти не общалась, надо сказать. Так оценивающе посмотрела однажды на меня, и все. Я ужасно его боялась. Боялась на съемках, боялась вне съемок. И вот однажды, когда съемки закончились, мы ехали в поезде. Я была на верхней полке, он был внизу. И я вдруг услышала, что он кряхтит внизу, что-то... Черт. Я свесилась с полки и увидела, что Иннокентий Михайлович пытается надеть на ноги что-то странное. Как бы это были носки когда-то. Но у них не хватало доброй половины. Поэтому он как-то странно соединял вот эту щель, где должны быть пальцы, заворачивал ее вниз и пытался влезть в ботинок. Я спросила, это что вы делаете? Это что, у вас носки? Да, сказал он таким голосом. Я говорю, надо же, а почему они такие? Мне такие соломка дала, сказал он. Я говорю, ну не может быть. Да, 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 да. Это был такой, знаете, первой деточки. Такое начало этого деточки, на который потом он гениально сыграет. Я ему сказала, не похоже, что ваша супруга вам дала такие носки, честно говоря. Он промолчал. И уже когда мы выходили из купе, он сказал, ты знаешь что, простишь меня? Я говорю, да, а за что? Я соврал. Я говорю, ничего страшного, мы вам найдем другие носки, не беспокойтесь. И дальше мы с костюмером нашли ему носки, которые обычно выдают разным персонажам. Но в данном случае они принадлежали тени отца Гамлета. Актеру, который дал тень отца Гамлета. Те носки ему выбросили. Когда Смуртиновский одевался, он сказал, где мои вот эти? Ему сказали, эти выбросили. Поэтому вот эти наденьте. Он страшно обиделся. Обиделся и сказал, нет, не надо было этого делать, не надо, это позор. Мы сказали, нет, успокойтесь, это не позор. Но надевайте, делать было нечего, он надел носки отца Гамлета и в них уехал. Вот этот вот первый, вот этот первый был Гамлетом, а второй все-таки был Деточкиным, понимаете? И вот когда я увидела этого второго, мне почему-то стало сразу же очень легко. И я ему простила всю его как бы замкнутость, всю его такую остраненность. Я понимала, что он вживается в образ, что это такая особая актерская кухня у него была. Не похожая на другие. Потому что, как правило, актеры сбрасывают в себя образ. И уже времяпрепровождение в буфете, это такое время, когда можно и шутить, и трепаться, и анекдоты рассказывать. Но он себе этого не позволял. А потом жизнь свела нас на фильме «Кража». Мы играли как бы врагов отца. Я играла его дочь, он играл моего отца. И это были отношения уже такой борьбы и почти что ненависти. Вот могу вам сказать, что он меня просто съел тогда. Он не давал мне возможности нормально с ним общаться. Он всегда грызался, он придирался, он грубил. Сначала я пыталась отшучиться, но потом я поняла, что он опять вживается в образ, и опять нужно с этим считаться. И я стала ему тоже грубить, грубо отвечать и ждать, когда наступит тот момент, когда он превратится опять в Деточкина. И этот момент опять настал, когда закончились съемки. Он подошел ко мне и дружески сказал, как хорошо, что ты так плохо играешь в этом фильме. Я его благодарю за это, за то, что он вылез из своего образа. И вот так он и остался в моей памяти. Потом было много спектаклей, работа на сцене МХАТ. Но я думаю, что об этом еще расскажет хорошо Наталья Мироновича. Но память не удержала многое, к сожалению. Могу только сказать, что мой внук Вася обожает этот фильм «Берегись автомобиля». И он периодически стрижется таким мелким бубриком. И когда я его спрашиваю, ты пошел стричься, да? И я говорю, а как ты будешь стричься? Он говорит, мамочка, я буду стричься под прическу «Люба, я вернулся». Поэтому у нас эта прическа называется «Люба, я вернулся». Я очень счастлива, что сегодня на экране столько удивительных его ролей, которые все остались в истории. Он великий артист, он великая личность. И я благодарна ему за то, что он дал возможность стоять с ним рядом, за то, что он дал возможность любоваться его ролями, потрясаться его процессом работы и понимать, что никогда невозможно понять, что такое гений. Откуда он брал эти тонкие нюансы? Откуда он находил эти черты, образы, которые были абсолютно уникальны? Никто не знает. Я не могу вам рассказать про репетицию, где он создавал образ. Такой репетиции нет. Хотя он играл и Дорна в «Чайке», он играл и Серебрякова в «Дяди Ваня», но его работа никогда не была видима. Да, он знал текст, да, он слушал режиссера, но я не видел этой кухни никогда.